Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахико Латвин. И сегодня, как обычно, по традиции, мы с вами разберем один и единственный стих Священного Писания, который в контексте порой можно пробежать, не уделить ему внимания, или, наоборот, вырванный из контекста, как в ситуации вот этого сегодняшнего стиха, он тоже будет толковаться совсем иначе. А когда мы вспомним, поместим этот стих рядом с окружением его евангельским, рядом с повествованием апостола-евангелиста, в данном случае апостола-евангелиста Марка, то у нас сложится куда более полная и полезная для практического пути спасения нашей души картин. Итак, давайте уже откроем упомянутые Евангелия от Марка, 4 главу, и прочтем 21 стих. «И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике». Господь с некоторым даже недоумением говорит, как можно свечку ставить, накрывать ее горшочком или под кровать прятать. Ну, под кроватью вообще как-то пожароопасно получается. Но, конечно, Господь не решает проблемы света в помещении. Господь говорит о проповеди. Почему очень важно вспомнить контекст? В принципе, этот стих, он самостоятельный и неоднократно толковался, но если мы вспомним, что этот стих Господь произносит, эти слова произносит после того, как сказал большому количеству народу притчу о Сеятеле, а потом только своим ученикам и апостолам маленькому кругу дал ее истолкование, пояснение символическое, как нам нужно эту притчу понимать, то уже становится абсолютно ясно, что прежде всего мы должны понимать, что Господь продолжает говорить о проповеди. Помните притчу о Сеятеле? Да, вот сеется семя проповеди, и как оно воспринимается на фоне поверхностного внимания к вере, на фоне страданий каких-то испытаний и на фоне каких-то соблазнов. И вот здесь Господь продолжает свое слово, как Он готовит своих учеников и апостолов к проповеди. И более того, эта проповедь не в смысле идти, что-то говорить, пояснять, ролики в интернете выкладывать. Это проповедь, которая должна знаменовать всю нашу жизнь. И вот этот свет, свет Христов, его можно уподобить свету солнца. Представим, вот Христос недаром называется Христос, солнце правды воспевается в песнопениях различных. И точно так же мы вспоминаем, что вначале был свет, и тьма не объяла его, как мы на Пасху читаем отрывочек Евангелия от Иоанна. То есть вот этот свет во тьме светит, и тьма не объяла его, Господь говорит о себе. И Господь, когда Он ходит по земле, воплотившись, то Он проповедует не только Своими словами, но и проповедует и Своими делами, Своим отношением к людям, Своим милосердием, Своим истолкованием ветхозаветных, каких-то отрывочков, Своими чудесами, в конце концов. Всем этим Господь проповедует, и более того, Он проповедует и Своей смертью, и Своим воскресением. Это все свет Божества, сияющий в мире. Его можно сравнить со светом солнечным. Не потому, что свет солнечный как-то может сравниться с ним, но так по некоторой аналогии, нашей земной и материальной. Вот точно так же и свечу, ее можно сравнить с тем светом, который можем нести людям мы. Тоже свет христианской проповеди. Вот нам, конечно, сейчас в эпоху электричества сложнее это понять, потому что вот солнышко, особенно зимой, за тучками спряталось, смог над городом висит, и уже как-то вот даже домой пришел, залежег люстру, где множество лампочек, и все переливается, там настольную лампу включил, у тебя все-все-все абсолютно светло. И более того, там включил телевизор, компьютер, и тоже и оттуда свет падает, и даже никакой окружающий свет уже нам вроде не нужен. Но если мы приспытаем древний мир, или вспомним те моменты, когда мы где-то очутимся в походе, без электричества, или в деревенском каком-то доме, или даже у нас в квартире свет из-за какой-то аварии отключается, то вот погружается все в такую темноту, и достаются свечки, и свеча, она не может дать идеальное освещение. Но, тем не менее, она освещает то, что рядышком с этими предметами. Кроме того, сейчас свечки-то и парафиновые, дешевые. А вот если вспомнить, что были пчелы, и только пчелиный воск, вещь дорогая, и сейчас в наши дни дорогая, то, конечно, в большом доме обычного человека могла светиться одна свеча посреди комнаты, а уже все остальные люди как-то ходили и смотрели, чтобы, по крайней мере, ни обо что не споткнуться. Кроме того, если мы представим, что живем не в северных широтах, где длинные сумерки, где вроде уже солнышко зашло, а тем не менее, какой-то свет еще из оконца падает, и ты можешь спокойно там завершить свои дела трудового дня и лечь пораньше спать, чтобы утром встать и идти снова там землю пахать, например, уже при первых лучах солнца, то для человека, живущего южнее во святой земле, сумерки значительно короче. Ты не успеваешь даже свои последние дела сделать. Все, солнце подошло, и вот все, прошло пять минут, и полная темнота. И поэтому без этой свечи ты даже какие-то последние дела не сделаешь, не успеешь просто. И вот эта свеча, которая даже не может дать нормального света, чтобы что-то прочитать, не может дать нормального света, чтобы разглядеть, какое настроение у окружающих вокруг людей, не может дать нормального света, тем более для каких-то очень серьезных вещей, там, например, какую-то операцию сделать, какую-то техническую сложную вещь собрать, не получится это. Но она, по крайней мере, обеспечит минимальным Минимальным светом, который достаточно, чтобы не врезаться в притолок куда-то, не споткнуться обо что-то лежащее, просто взять и выпить именно стакан воды, а не какой-то технической жидкости. Все это нам дает вот лишь отблых свет. Поэтому и когда человек не знает Христа рядом с нами, вот он находится в некоторой такой темноте, что он не видит солнца своими духовными очами, он не видит солнца правды Христа Бога нашего. И ему сложно, пока он не захочет это увидеть, он сам постоянно в этой ночи пребывает. Но рядом с ним христиане. И христианин, он не должен свою веру прятать. Тут вовсе не говорится, что надо свою веру навязывать. А вот когда Господь говорит, не прячь свою веру, свечу вот эту под сосуд, не ставь ее под кровать, он вовсе не призывает, нет, возьми свечу и иди тыкай ей вокруг лицо. Да, и там раз, лицо, брови сгорели, борода сгорела, да, там человек весь подпалился, обожженный, там бежит и уже ненавидит вот эту проповедь, и Христа ненавидит. Не потому, что Христос плохой, а потому, что проповедник его обжег. Ну, может, справедливыми словами, обличениями, укорениями, или просто какими-то назойливыми, пусть и правильными словами, пусть даже и зачитывают Евангелие, слух, но тоже это лишь формально, без любви и все. Нет, Господь предлагает же свече, задача никому не подходить, свеча, она стоит на месте, вот ее поставили на подсвечник, и она светит. И поэтому христианин, прочитывая этот стих, он тоже должен, прежде всего, своей жизнью, своей жизнью являть Христа. Если уж, конечно, спросить о нем и сказать. Если, конечно, кто-то как подойдет поближе, чтобы получше что-то разобрать в свете свечи, то тоже этот свет, конечно, должен ассоциироваться у человека со светом истинным, светом вот этого солнцеправды Христовой. И поэтому тут, конечно, мы можем уже что-то человеку посоветовать. В каком-то разговоре, даже если человек не спрашивает, наш собеседник далекий от Бога, но если мы видим, что он тянется к свету своей душой, то тоже мы можем огоньком своей свечи, своей души ему помочь. Но самое главное, это то, что мы просто горим. То, что мы горим, что мы к любому делу относимся мы с таким горением сердца. Мы в него вкладываемся, мы трудимся на работе, дома так, что человек думает, почему у меня так не получается. И почему этот человек, он в принципе такой же, как я, вот у него и такие же недостатки, и характер где-то. Но почему вот он вновь и вновь берется и с таким горением они спустя рукава все делают? Да потому что его укрепляет Христос. И когда человек уже понимает пользу света, то он, конечно, хочет увидеть и свет настоящий. Он уже хочет увидеть всю полноту и красоту этого мира. Он уже берет и не то, что аккуратненько перемещается в таком полумраке, да, обходя какие-то острые углы мебели, чтобы с ними не столкнуться. Но нет, он хочет жить при дне. Он хочет, чтобы вот эта ночь неверия закончилась. Он может даже не знать, что из себя свет представляет. Он даже может не знать, что свет высветит в его души, как человек тянется ко Христу, а потом обнаруживает рядом со Христом уже в силе этого света, что у него такие тяжелые грехи в душе, что их еще исправлять и исправлять. И не факт, что он с ними готов расставаться. Но, тем не менее, человек уже понимает, понимает, куда к нему идти. Он видит этот путь. Христос ему уже освещает вдали этот путь. Но пока рядом Христа с человеком нет, не потому что Христос отступает, а потому что Христос не навязывается, то каждый христианин должен вести себя именно так. Более того, свое христианство и свое христианское поведение не нужно прятать по следующей схеме, когда человек берет, христианин вроде, и в воскресный день он на службе, он молится, или перед едой там молится, а потом вышел и ведет себя так, как будто он не отличается от окружающего мира. Нет, конечно, надо ходить не с гордо, поднятой головой, что я весь из себя такой православный, а нет, просто в том же стремлении души к Богу оставаться всю неделю, чем бы мы в течение этой недели не занимались.